Мы приехали в Рязань, которая за последние пару недель стала просто меккой российских журналистов. Именно здесь живет Катя Мартынова, одна из узнец Копинского маньяка Виктора Мохова, который держал саму Катю и еще одну девушку, Лену Самохину, в своем подвале на протяжении трех с половиной лет, регулярно их насилуя. После этого его посадили на 17 лет в тюрьму, и на прошлой неделе он вышел. Журналисты Первого канала, по слухам, сразу предложили ему участие в ток-шоу за гонорар более чем миллион рублей. Девушки от шоу отказались, оно не вышло. Это началось с начала марта, перед тем, как преступник освободился. Было очень много запросов на интервью, и неделя была прошлая, ну, просто такая нереально сложная. Чем больше я говорю о том, причем вопросы звучат обычно одинаково. Как произошло, как вы там жили, все хотят вот поковыряться вот в этом быту, там много вопросов, а вот в каких позах вас насиловали, то есть всем, да, интересно вот эта вот грязь. Все вот эти ток-шоу на первом, на втором канале, да, не приглашали, конечно, никто не говорил, что вот, ну, про встречу с ним, просто хотели видеть меня, да, на ток-шоу, вот спросить мое мнение о том, вот, почему преступник на свободе, что так мало лет ему дали. Ну, я пока не дала никому ответ, ни положительный, ни отрицательный, потому что я знаю, что ток-шоу могут хитрить, и в студии может появиться он, Мохов, мне это совсем не нужно. Сколько вы здесь находитесь? С 30 сентября 2000 года. Четыре года лежит? Четыре года, да? А ты представляешь, здесь вот, вот, мне никак убежать нельзя было. Про то, что девочек было двое, похоже, уже все забыли. Хотя именно Лена перенесла в плену три беременности. Ни одного интервью после выхода на свободу Лена Самохина не дала. А общаться с Катей просто перестала. Она была счастлива, что она вернулась домой, но говорить об этом, вспоминать это, она не хотела. Она мне много раз говорила еще в бункере, что когда мы вернемся домой, я сделаю все для того, чтобы забыть то, что со мной произошло, как страшный сон. Плюс еще она рожала детей. Это вдвойне в стране, там, я не знаю, в сто тысяч раз тяжелее, чем приходилось мне. У нее была, по-моему, даже какая-то любовь. Первый, по-моему, парень, ее звали Кирилл. Вот. Она добрая, светлая, она блондинка, и от нее, вот мне казалось, какой-то свет идет, очень такая заботливая. Ну, она хорошая. И я до сих пор думаю, знаю, что она хорошая. Но мы с ней разные. Ну, вот, выйдя на свободу, они стали жить своей жизнью, вышли замуж. У Кати двое детей. Ну, вот у Лены, насколько я знаю, детей нет. Ну, Лена, вот, кончив университет, занимается репетицией с чужими детьми. Дмитрий Матвевич Плоткин был следователем прокуратуры Рязанской области с 82 по 2007. На его счету раскрыто убийство известной рязанской группировки «Слоны». Но журналисты по-прежнему спрашивают лишь о Мохове. Мать его работала секретарем у начальника ЖЭКа Скопина. Огромнейшая территория, огород, сад. Постройки там Мохов сделал различные, там живость всякая выращивала. Он с кроликами, курами. В общем, жил нормально. Но, вот, придавленный несколько психологически матерью и таким же отцом, Мохов с детства как-то, видимо, чувствовал себя, как бы, вот, психологическим его придавленным. Тем более, там получилось, что у него не складывались отношения с девушками. Хотя, если вот так, по фотографиям я в альбоме смотрел, мне мать его показывала в свое время, внешне симпатичный парень, высокий. На обычных, которых я любил, меня не любили. Или наоборот, так получалось. А так, что взаимности не было никогда. Так был хвостой. Ну, не хватало, когда женского пола, чего вот. Потому что я просто с удивлением смотрел, что столько женщин, как говорят, бесхозных ходят. А тут парень с машиной, с домом, с садом, с огородом огромным. Причем там, вот, посмотришь, конца и края не видно. Мужество было 50 лет, когда он это совершил. Когда у него уже не стало ни жены, ни сожительницы и прочее, у него возникли проститутки. Там в показаниях даже одна из его знакомых говорила, что у него была тетрадь, где он, видимо, для самоутверждения записывал даже имена проституток там, и когда, чего, и с кем. Вот как раз-таки он был равнодушен к алкоголю. Он несколько раз был, я там, наверное, на пальцах можно пересчитать, сколько раз он приходил под алкоголем. И он не курил. Он вообще был таким работящим. То есть, если он не в огороде, то он ремонтирует машину. Если не ремонтирует машину, то он на работе. Если он не на работе, то у него еще там какие-то дела-дела. Он постоянно делал дела. И единственное, я так поняла, что вот, ну, кайф, отдушен. Это секс. Мы шли с центра оттуда, с площади, с соборной площади, где вот проходила дискотека. И там очень много остановок, но было очень много народу. И Лена лучше меня знала город. Она говорит, давай мы сейчас отойдем, вот здесь пройдем. И вот за углом как раз будет другая остановка, где сядем на автобус. И, ну, примерно где-то здесь остановилась машина. Еще этих заборов не было. И остановилась машина, и вот там как раз сидел Мохов и его подельница. Я посмотрела так на Лену, думаю, ну, если вот она согласится, то, наверное, мы можем и поехать. То есть никаких мыслей не было, что незнакомая машина, незнакомые там мужчины сидят. То есть как-то совсем об этом не думала. И Лена говорит, ну, давай сейчас доедем, сейчас время много. Нас быстро довезут, и я с тобой доеду до дома, и ты маме скажешь, что ты у меня задержалась. Потому что я знала, что родители меня ждут, они будут меня ругать, что я уже так время было, в 10 часов заканчивался салют. То есть я не должна была так приехать домой поздно. То есть человек в три раза старше их, то есть фактически как дедушка. И они, поскольку у нас, в общем-то, с детства воспринимали, что старших надо уважать, да, тем более отец или там дедушка, и они восприняли его просто как дедушку. Взрослый мужчина, наоборот, им показалось, что они, как говорится, под охраной. Известно, что в машине Виктор Мохов был не один. С ним была подельница, женщина, одетая и выглядящая, как мужчина, Елена Батыгина. Это она представила с Лешей и пригласила девушек. За спиной у нее уже было несколько сроков. По словам следователей, в тюрьме она была сокамерницей и сексуальной партнершей бывшей любовницы Мохова. Я не знаю, насколько она знала о бункере, потому что она уехала, когда я была еще в гараже. Ее уже я не видела. То есть обвинять я тоже не могу ее в том, что она знала про бункер. Но то, что она, да, женщина, и она знала, что Мохов нас везет для того, чтобы изнасиловать, просто даже изнасиловать, не говоря о том, что в этом бункере запереть, то, ну, я не знаю, как это объяснить. Единственное, она уже узнала, что она сидела в тюрьме, и она была вот, ну, какая-то такая, ну, как полуженщина, полумужина, ну, вот что-то такое, может, она и мыслить начала, как мужчина. Но лесбиянка. Была водка. И тут тоже, то есть, ну, такой момент, что ни в коем случае не обвиняю Лену, но я как-то так и ни да, ни нет не сказали. Она вроде постарше, и они налили. В пластиковые стаканчики были, я такая сделала глоток и поперхнулась. То есть все назад выскочило. Ну, там просто вся просто была в этой водке разлита. А они дали воду, и уже вот в этой воде, я так понимаю, было снотворное. И Лена потом ее пила, да, потому что она тоже не пила водку. И мы потом, ну, впали, и, может быть, там было очень мало, я вот до сих пор не понимаю. Но мы доехали до Скобина, получается. Это больше ста километров, если вот брать от центра, вот отсюда как раз. И это время не ушло, у него старая машина, там шестерка или какая-то пятерка. Ну, я думаю, часа два мы просто ехали, и мы не понимали, что мы едем так долго. Первый Мохов изнасиловал Катю, потом отвел в тот самый бункер. Утром привел к ней и Лену. Это было 30 сентября 2000 года. В следующие три с половиной года он будет насиловать их по очереди на красном ватном одеяле, расстеленном на бетонном полу. Ну, какие могут быть отношения? То есть каждый раз для меня было, когда вот я выходила вот в этот предбанник, маленькую комнату, ложилась на это одеяло, каждый раз для меня было как будто впервые, как будто он меня насилует впервые. Мне настолько было обидно, больно, страшно, что о каких отношениях может идти речь. Просто интим, ну, нельзя даже сказать в каких-то извращенных, там, просто, ну, так скажем, ну, было как бы, было все, но не было, там, ну, он не душил, там, не бил во время секса, а просто, да, насиловал, как ему нравилось. После освобождения девушек оперативники найдут Камасутру. В ней Мохов отмечал позы, в которых будет насилова девушек. Когда Мохов увидел этот рисунок, когда он открыл люк, он говорит, это вот я волк, а вы зайцы. Вот так он и сказал. Да, даже у него была ассоциация, но у меня не было ассоциации такой. Вот недавно я тоже как-то то ли вспомнила, то ли от кого-то услышала, где-то прочитала, что да, вот, ну, правда, можно сравнить нас с зайчиками, а его с волком. Две кровати, стол, плитка, ведро для туалета, тазик, чтобы можно было умыться, веревка, чтобы посушить белье, кастрюли, чтобы приготовить пищу себе самую примитивную. А у Лены трижды наступала беременность. Первый раз, значит, родился ребенок, и причем она, когда уже была беременна, она стала плакать и говорить, что ты пригласи нам врача там или фельдшер, я же рожать должна. Он через некоторое время ушел, а у него осталась от квартирантки какой-то книжка о кушерстве, гинекологии. Он им кинул в подвал эту книжку, говорит, вот, учитесь рожать там. Все, этим помощь в рождении детей ограничилась. Я видела, что она рожает, она кричит, ей больно, у нее схватки. Я отвернулась, я понимала, что я ей нужна, что, ну, возможно, ее там нужно взять за руку или успокоить как-то, ну, как-то поддержать, но мне было настолько страшно, что я просто села на стул, отвернулась и думала о том, что, скорее бы, это все закончилось. Первый ребенок прожил с девушками два месяца. После Мохов отнес его в многоквартирный дом, где его нашли и усыновили. Через год Лена рожает опять. Ребенка ждет та же участь. К моменту освобождения сыновьям Лены и Мохова должно было исполниться 16-17 лет. От поиска встреч с детьми Лена отказалась. Как вам кажется, почему вы не заберемели в этом процессе? У меня не было женских дней. Я была еще не такая сформированная, наверное, девушка. И там не начинались они. И потом, когда я вернулась домой, у меня пошли они только, по-моему, в 19 лет. Он мне приносил краски. Я просила гуашь или акварель. Альбомы для рисования. Потом ручки, тетради, где мы могли бы писать книги. Просто какие-то всякие книги, которые там у него, я думаю, где-то хранились, может быть, на чердаке. Он их прям стопками сбрасывал туда, в бункер, и читали. В стопке книг девушки нашли ежедневник. На нем было имя Виктор Васильевич Мохов. Так девушки узнали имя своего мучителя. Все свободное время от чтения Лена учила английский, а Катя рисовала. Часть рисунков сохранилась. Катя рисовала. Я фактически уже... Они были брошены в подвале. Уже там много рисунков было. Но они уже стали гнить. Фактически перед тем, как... Все это позже залили водой. Я спас несколько рисунков этих. Вот 17 лет храню. То, что она рисовала, это большой плюс. Огромный плюс, потому что именно через этот процесс она начала перерабатывать травматический опыт, уже находясь там. Вот здесь тоже руки почти незаметные. Это тоже про беспомощность. Мы попросили судебного эксперта Ларису Скобелину изучить рисунки Кати. На этом рисунке, несмотря на такую достаточно эротическую позу, есть признаки элемента агрессии и защитной реакции. Вот эти острые концы туфель, очень острые концы платья, вот эти ногти длинные, как будто бы это то, что может ее защитить. Помощь к девушкам пришла, откуда они точно ее не ждали. От будущей третьей наложницы Виктора Мохова. Мохов стал уже бредить, уже девочки там, получается, почти 4 года уже немножко приелись. Ему надо было что-то новенькое, он стал уже думать, как бы еще кого туда затащить. Вот. Но для начала он решил изнасиловать свою квартирантку, которая у него жила, учащаяся в медколледже. Ну, как это сделать? Он решил ее усыпить снотворным, но должен быть какой-то повод, он же ни с того, ни с сего не сможет сделать это. И он, значит, Кате сказал, что ты скажи, что ты племянница моя, ты моя племянница, и ты, у тебя день рождения. И, мол, мы как соберемся выпить, а я вот ее усыплю, а дальше мои дела. Кате удалось передать девушке записку о том, что она совсем не племянница, а пленница. Девушка испугалась, быстро собралась и уехала в родной Новомичуринск, соседний город в Рязанской области. И только там передала записку в полицию. Девушка с меня уже морально, это действовало очень сильно. Ну, морально очень, на выруску вошел. Я их хотел отпустить, но как-то все боялся ответственности. Девчонки, вы живы там? Скоро, скоро. Потерпите чуть-чуть. Мир, ну, он дико изменился за эти четыре года, правда. То есть срок небольшой – четыре года, но все прям круто так поменялось для меня в моих глазах. Первый интимный контакт был там спустя, по-моему, месяц или даже больше наших отношений. То есть, ну, все было как-то плавно, и он мне признавался в любви, и я на него смотрела и думала, ну, ведь правда, бывают хорошие мужчины, достойные. Почему я должна закрываться от всех? Вот это вот чувство, что тебя сейчас будет трогать мужчина, то есть проникать в тебя. Были такие, ну, некоторые, ну, не опасения, а вот какие-то тревоги. Но так как он мне нравился, и так как это было все взаимно, ну, все прошло, и все шло хорошо. Лена второй раз замужем, детей нет. Катя вышла замуж три раза. Сейчас живет с рязанским бизнесменом, воспитывает двоих детей, сына и дочь, за которую Лена очень боится. Да, я за нее боюсь очень. Вот я думаю о том, что вообще во сколько лет я смогу ее отпустить просто куда-то одну. Мало того, что да, я буду объяснять ей, что это нельзя, то нельзя. Так, ну, наверное, мое сердце просто не позволит отпустить ее, ну, просто погулять куда-то. Я знаю, что это неправильно, но мне страшно за нее. История, о которой все пытались забыть, вновь стала актуальной с выходом Мохова из тюрьмы. Он отсидел полный срок, все 17 лет. Во время отсидки прислал Кате письмо, но там были не извинения, а угрозы. 3 марта он вернулся в свой родной дом, в Скопин. Напротив дома стоит машина с наружным наблюдением. Здесь сидит сотрудник в штатском, который сопровождает Мохова даже в продуктовый магазин. Видимо, боится самосуду со стороны жителей. Хотя они, похоже, совсем не переживают. Ну, он же отсидел свое. Может, человек раскаялся. Я не знаю. А как вам кажется, 17 лет – это достаточный срок для такого преступления? Ну, девчонки живы остались. В принципе, нормально. Мне кажется, нормально. Ну, я так думаю, что уже больше он ничего не сделает. А почему? Ну, во-первых, контроль. Во-вторых, я не знаю. Мне кажется, уже все, что случится, его буду первым же дергать. Сам Виктор из дома выходит только в местный магазин. Живет он с неким другом, как сказали нам сотрудники правоохранительных органов. С жертвами на связь не выходит. Ну, он тоже заявлял, что он хочет увидеться со мной, с Леной, извиниться, букет цветов подарить. Но это я тоже все прочитала в новостях. Я поражена силой воли этой девушки, тем, как она преодолела эту ситуацию. Собственно, на языке психологов, психиатров состояние, в котором пребывает жертва, называется посттравматическое стрессовое расстройство. Пользователи соцсетей требуют посадки Мохова на пожизненное и химическое кастрации, которую в России пока не практикуют. Но пока, с точки зрения закона, ничего нового Мохову не предъявить. Он может свободно жить, лишь отмечаясь в Копинском ОВД раз в неделю. Здесь, учитывая вот эту ситуацию, все-таки он показал, рассказал, когда ее взяли. В следствии он все-таки там, в общем-то, по-своему, дальше он уже не, как говорится, давал показания. Участвовал в следствии, я думаю, что адекватно. Вот за одно изнасилование дает 10 лет, плюс второе 20 лет, третье. Сто раз изнасиловал, значит, сто лет тюрьмы. Меня изнасиловали чуть меньше тысячи раз, значит, тысячи лет тюрьмы. То есть только так человек, вот такой, у которого есть намерение напасть на женщину, что-то сделать вообще на человека, возможно, только так он поймет, что делать этого не надо.